Таллинн вышел с амбициозной инициативой сделать наш город привлекательной площадкой, где будут проходить тестирование зарубежные и местные разработки и технологии, которые позволят товарам и услугам уверенно выходить на рынки разных стран. Лучшим доказательством того, что с эстонской столицей важно и нужно сотрудничать, служит хотя бы то, что уже сегодня в рамках таллиннского инкубатора и акселератора работают 200 компаний и 35 стартапов. Множество проектов буквально стоят в очереди на тестировании в этом году. Учитывая особый статус нашего города, особый акцент сделан на разработках, связанных с городским движением и, конечно же, энергосбережением. Европейская зеленая столица – это не коммуникационный проект для зеленой рекламы. И это не проект-одноневка, рассчитанный на один год. Это долгосрочная перспектива. Мы привлекаем сюда современные международные компании для того, чтобы не просто тестировать различные технологии, но и впоследствии эти технологии реализовываться. Мэр Таллина подчеркнул важность уже практически свершившейся научной революции. По его мнению, если в прошлом столетии технический и коммерческий прогресс практически всегда вредили окружающей среде, то в 21 веке напротив на вооружение берутся идеи, которые улучшают сложную экологическую ситуацию. Одно из таких прогрессивных решений, разработанной компанией IV Technologies. И если коротко, то это комплексная система сканирования улиц для предотвращения внезапного появления выбоин в асфальте. Реализация этой идеи стала возможной отчасти и благодаря возможностям технопол в Таллине. На сегодняшний день один из офисов компании уже открыт в Соединенных Штатах Америки, где тоже хотят больше внимания уделять предотвращению порчи дорожного полотна, чем ремонту уже появившихся выбоин. В городе Таллина эти все данные, которые мы с своей системой собираем, они уже просто тоже имеются в наличии у города. И это была очень хорошая возможность, где мы могли наши данные сравнивать с данными, которые уже есть у города. То есть тогда мы могли более точно калибрировать либо нашу систему и подход, и так далее. И это очень хорошо помогло нам в развитии и в другие страны. И еще один пример. Таллин уже в этом году начинает исследование того, что находится под проезжей частью, включая различные системы и коммуникации. Это также может вывести столицу на новый уровень планирования. Мэр Таллина задавал свои вопросы, и разработчикам еще одной важнейшей для столицы идеи, которая позволяет сэкономить до 30% расходов на отопление. Умная система R8Tech каждые 15 минут реагирует на температуру в разных точках помещения и на улице, моментально сигнализируя и подбирая нужный баланс. Как показывают исследования, более 90% жителей и работников домов с такой умной системой чувствуют себя комфортно, но в то же время с этим резко снижаются расходы всего дома. И хотя год еще только начался, можно уверенно сказать, что он обязательно добавит в портфель технических прорывов Таллина еще не одну идею. Александр Цукерман, Йозеф Кинг, новости Таллина.